Девушки отдыхают По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних. На место происшествия выезжал прокурор Заворского района Альберт Емельянов, а также следователи и криминалисты. По данному факту Заворским международным следственным отделом города Твери регионального СК организовано проведение доследственной проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следствием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела о хищении 16 металлических направляющих роликов, рельс с грузовой платформы на базе путевой машинной станции. В ходе предварительного расследования установлено, что двое жителей Ржева 2001-2003 годов рождения решили поправить свое материальное положение за счет имущества, принадлежащего железнодорожной организации. Молодые люди незаконно проникли на территорию базы путевой машинной станции Ржева, чтобы найти металлолом и сдать его в пункт приема. С помощью гаечных ключей и плоскогубцев молодые люди открутили 16 роликов общим весом полтонны и вынесли с базы. Сообщники перевезли похищенное в гараж. Обнаружив пропажу имущества, представители железнодорожной организации обратились с заявлением в линейный отдел МВД России на станции Тверь. Сумма ущерба превысила 145 тысяч рублей. Злоумышленники установлены и задержаны. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Фигурантом была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. История, когда сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД России по Тверской области оказали помощь жителям загоревшегося дома в деревне Поддубке Калининского района, получила неожиданное продолжение. Заместитель командира взвода старший лейтенант полиции Василий Коркин, инспектор ДПС лейтенант полиции Илья Северов, инспектор ДПС лейтенант полиции Денис Чебуров и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Бойцов навестили семью ребенка, которого в тот злополучный день перенесли с территории горевшего дома в патрульный автомобиль. Кроме того, как мы уже сообщали, один из полицейских отсоединил находившиеся в квартире газовые баллоны, чтобы предотвратить трагедию, и вместе с коллегами вынес взрывоопасные предметы на улицу. Сотрудники первой роты отдельного батальона ДПС решили собрать средства на подарок спасенному мальчику. Маленькому Коле подарили детскую энциклопедию и тюбинг-ватрушку. Сегодня семья Лобановых, у которой сгорел дом, временно проживает в арендуемой квартире. В прокуратуре области в целях соблюдения законодательства, регламентирующего порядок обеспечения граждан льготными лекарствами, организована горячая линия. С 30 января по 3 февраля вы можете обратиться в прокуратуру области по указанному телефону. Звонки принимаются с 9 до 13 и с 13.45 до 17 часов. Следственный комитет России уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. Сотрудники ведомства внимательно рассматривают каждое из них, стремятся дать ответ в кратчайшие сроки. Ставят на особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в нашей стране. Каждое обращение внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате. Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия, бездействия и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов Следственного управления Следственного комитета, а также по другим вопросам, которые требуют вмешательства со стороны руководства Следственного управления. Кроме того, можно уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением.